27 сентября профессиональный праздник у работников детских садов. Только терпение и мудрость позволяют воспитателям открывать детям новый мир. Подавляющее число педагогов в Иванове – женщины. Половина сотрудников детских садов имеет стаж работы более 20 лет. Именно таким неутомимым труженицам, преданным своему делу, городские власти вручили дипломы. Звание «Лучший работник дошкольного учреждения» удостоено 30 воспитателей, в их числе Татьяна Маликова, педагог детского сада номер 132. Своей профессии она верна 30 лет. Я сама ходила в этот детский сад, вот пришла работать. Ну, люблю эту работу. С детства, уже со школы, с первого класса, ну, любила заниматься с детьми. В школе была пионервожатой, и в лагере, и всегда у меня деятельность моя была связана с детьми. Увлечь ребят непросто. Это знают и родители, и педагоги. Чтобы научить малышей новому и сделать это в интересной форме, нужно сильно постараться. Татьяна Маликова применила нетрадиционный подход к процессу воспитания детей. Уроки по грамматике и развитию речи она стала совмещать с двигательной активностью. А что же у мальчика не хватает? Рук и ног. Рук и ног, правильно. Вот давайте возьмите синие прищепочки, синие, синие, и подходим к мальчику, делаем ручки и ножки. Ни минуты на таком интегрированном занятии ребенок не сидит на месте, он все время в движении. Педагоги и родители сначала переживали, что дети не будут хорошо усваивать новые знания. Но результаты превзошли все ожидания. С этого у нас началась муниципальная экспериментальная площадка. Затем, когда мы показали довольно хорошие результаты от детей, и загорелись этой работой сами воспитатели, мы перешли в статус именно муниципальной опорной площадки. И наработав определенный опыт, мы уже показывали открытые мероприятия для педагогических коллективов уже города. Со временем детский сад с теплым названием «Солнышко» стал местом, куда педагоги дошкольных учреждений города приезжают за опытом. Взрослые понимают, что за здоровьем с берегающими технологиями стоит будущее. Любовь Почерникова, Олег Милехин, Андрей Семьволгов, РТВ Иваново.